День солнечных детей День с синдромом Дауна и их сверстники Спросим сегодня у Марина Чаплыгина Председателя Алтайской общественной организации Родителей, воспитывающих детей С синдромом Дауна Солнечный круг Здравствуйте, Марина, рада вас видеть Марин, у вас есть солнечный ребенок Ее зовут Варя Когда вы узнали, что у вас будет малыш с синдромом Дауна Вы что почувствовали? Ну как? Дело в том, что понимаете Что почувствуешь, когда ребенок уже есть Он уже родился Он уже требует твоей заботы А все остальные метания И переживания, они, конечно, есть Конечно, это шок, это ужас Но вы знали, что будет такой ребенок? Нет, конечно, большинство моих друзей Членов нашей организации Знают об этом после родов Это один из мифов Что сейчас пренатальная диагностика Позволяет определить То есть, получается, не позволяет? Не у всех, бывает Иногда бывает Иногда бывают случаи, когда осознанно идут Но многие, в общем-то, сталкиваются с этим уже после родов Но многие говорят Я читала в интернете, в интервью О том, что даже какое-то отчаяние бывает Когда люди узнают о том, что у них ребенок с синдромом Дауна Нет? Ну, вы знаете, как сказать Вот если бы представили свою самую заветную мечту И вдруг вам сказали, что вот забудь Она никогда у тебя уже не сбудется Ощущения, понимаете? Очень тяжелые Горе, конечно И это горе надо пережить И вообще, знаете, я считаю, что в этот момент Очень важно, кто сказал Как сказал Поработали ли психологи Как персонал отозвался об этом ребенке Потому что все-все запечатлено настолько ярко Вот эти первые минуты в роддоме Когда тебе сказали Каждый поворот головы Каждое движение Поэтому я считаю, очень важно Чтобы именно сразу, когда его принимали Было все построено очень грамотно Потому что у детей с синдромом Очень многое зависит от первого года развития Как его приняли, какие меры приняли А мама в горе И очень долго, иногда До 3-4-5 лет Длится вот это переживание горя Поэтому, вот чтобы такого не было А что-то изменилось в вашей семье? Потому что у вас же не одна авария Ваша семья с ее появлением Потому что, по-моему, четвертая она ребенок У вас Четвертый ребенок Как остальные дети восприняли? Как сейчас относятся к ней? Вообще-то восприняли как данность Потому что дети понимают, что ребенок уже есть Так же, как мы с мужем понимали Понимаете, мне муж сказал Ну, мы уже все сделали Ребенок есть Мы не можем что-то сейчас предпринять Чтобы этого не было Он есть Поэтому мы должны сейчас построить свою жизнь так Чтобы дать этому ребенку все, что мы сможем А детям папа Я как сейчас помню Он их собрался Сказал, вот у Вари такой диагноз Когда мы получили уже анализ на руки Не сразу сказали Пока подозрения Мы молчали У Вари такой диагноз Это то-то и то-то Вот Все должны сделать все Чтобы она развивалась хорошо Скажите, есть же минусы Вы уже сказали, что до 5 лет Это вообще достаточно сложно Но есть и плюсы Вот что хотелось бы из минусов отметить А что из плюсов Когда воспитываешь такого ребенка солнечного Я не знаю Что значит минусы, плюсы Понимаете? Минусы, это, наверное, что Может, чаще болеют В воспитании любого ребенка Ну да, заболевания Если какие-то дополнительные заболевания Но это опять же с любым ребенком Ты будешь решать в первую очередь проблемы здоровья А если проблемы со здоровьем решены Как с любым ребенком Ребенка нужно воспитывать Ему так же, как любому Его нельзя избаловать Он должен понимать границы Он должен войти в социум Он должен научиться общаться Ну, любого ребенка этому учат Единственная проблема Что этих нужно учить Более настойчиво Более длительно Насколько таким деткам солнечным Важно общаться со здоровыми ребятишками Знаю, что Варя у вас учится сейчас В обычной школе, правда в частной С абсолютно здоровыми детьми Как они ее воспринимают И как она воспринимает И вы вот эти ощущения, которые в школе у нее Вы знаете, ну очень повезло нам со школы Это однозначно Можно сказать повезло Это повезло, потому что Это та ситуация, когда, во-первых, Варю полностью приняли У нее есть друзья Она общается на равных У нее очень растет вот этот социальный статус высокий Ее приглашают на дни рождения Ее зовут в игры Ее приглашают Она участвует во всех мероприятиях Это очень важно, я так понимаю Да, она играет в театре Танцует в танцах со всеми вместе Поет в хоре Педагоги тоже приняли хорошо Вся включенность очень важна, да И дети Вы знаете, я после второго класса Ко мне подходили родители и говорили Спасибо вам огромное, что вы пришли в наш класс Это так важно нашим детям Дети стали добрее, наверное Да, дети учатся общаться Они понимают, что люди разные есть И все по-разному себя ведут Но тем не менее А педагоги я вообще просто в восторге Потому что они колоссальную работу делают Потому что ребенок все равно не простой Он же не норма И научить такого ребенка Я, в общем-то, вывести практически на средний уровень На уровень одноклассников И вот сегодня учительница, вы знаете, она так радуется Учитель математики говорит Вы представляете, вчера написали четвертную контрольную Ну, Варя, ну почти пять Ну вот она чуть-чуть не доделала Ну это почти пятерка Какая она молодец Ну это заслуга полностью этой учительницы Здорово А вот какая, на ваш взгляд, как руководитель организации Куда приходят родители и дети Основная проблема в семьях, где есть солнечный ребенок С какими к вам вот в организацию приходят проблемами Не только же просто радостью поделиться Наверняка же проблемы Нет, конечно Но в основном есть много проблем со здоровьем А основная проблема, если отложить здоровье Потому что это медики, медицина У нас тоже тут есть вопросы Но основная проблема, это, конечно, логопеды Дефектологи, развитие Потому что бесплатной помощи, в общем-то, доступно не так много Получить ее не так легко, как рисуют наши руководители И очень часто, чтобы качественного логопеда, качественного дефектолога найти Семья, во-первых, далеко возит ребенка Ищет, нет поблизости, в шаговой доступности А во-вторых, конечно же, платит большие деньги Ну вы помогаете, удается решить, да? Ну мы стараемся помочь, но деньгами и занятиями, конечно, нет Оплачивают сами Потому что если у нас вдруг появляются какие-то деньги в солнечном круге Мы же не коммерческая организация Нам спонсоры помогают на какой-то конкретный проект Вот у нас был проект с нотариусами Нотариальная палата краевая Они нам целенаправленно выделяли небольшие суммы Чтобы мы могли сделать детям логопедический массаж Потому что это для семьи очень затратно и очень результативно Часто собираетесь родители и дети? Собираемся часто, мы дружим с семьями Мы устраиваем праздники У нас в субботу прошел большой-большой праздник На нем присутствовали все возраста От самых-самых малюсеньких до уже взрослых И на этом празднике выступали наши дети И делились опытом родителей взрослых детей И музыка, и рисование, и песочная терапия Игры с родителями В общем, было очень весело, интересно Мы вместе ездим отдыхать Мы встречаемся просто так за чашкой чая Мы можем созвониться и сказать А давайте вместе куда-нибудь сходим Дети поиграют, а мы пообщаемся Есть у нас это общение Марина, вот накануне Дня солнечных деток Что бы вы могли сказать родителям В чьей семье, допустим, только появился такой малыш? Вы знаете, надо этой семье сказать, что они получили Талисман на удачу Потому что, как бы там ни было Конечно, первое время кажется, что жизнь кончилась А потом ты понимаешь, что этот ребенок Меняет мир вокруг себя Отношения среди людей Вы знаете, Варя мне дала столько новых, знакомых людей Во всем мире, не только в России даже Которые невероятной силой люди Которые необыкновенные И у меня столько сейчас друзей, что если бы не Варя Этого бы не было Я сама изменилась Я по-другому отношусь к жизни, к людям Я радуюсь текущему моменту Я живу здесь и сейчас И вот это невероятное ощущение дает этот ребенок И семья Вопреки всем мнениям, что они распадаются Они, наоборот, становятся крепче Марина, ну я желаю, чтобы у вас вот это вот ощущение Продолжалось еще долгие-долгие годы Спасибо вам большое, что вы пришли